Нередко после уборки дворы и проезды становятся похожи на полосу препятствий. Чистые участки чередуются с островками спрессованного снега и льда. Причины такой избирательной уборки кроются вовсе не в халатности исполнителей. Подробности в сюжете. Популярное мнение о том, что дворы плохо чистят от снега, можно услышать чуть ли не от каждого второго нового рингойца. Жалобы, недовольство, возмущение в адрес дорожных служб – нередкость. Только вот действительно ли проблема в недобросовестности исполнителей? По словам специалистов компании «Уренго и Горавтодор», жители категорически игнорируют объявления, которые предупреждают о предстоящих работах. Там же и просьба на время убрать транспорт с территории дворов. В результате тяжелой техники сложно перемещаться по узким дворам, а значит и качество чистки значительно ухудшается. Приходится нам очищать его вручную, хотя мы должны их чистить механизированным способом. Но так как машина мешает, приходится нам выходить в положение, привлекать людей дополнительно, снимать с других объектов и чистить тротуары. Все зависит от автомобилистов. Если бы убирали автомобили, было бы более качественно и было бы лучше. Справиться с проблемой дорожникам пока не удается. По их мнению, необходима помощь полицейских. Ведь во время чистки на въезд во двор устанавливаются временные знаки. Но автолюбители и на них не обращают внимания, забывая о том, что в первую очередь нарушают правила дорожного движения. Это наказывается по административному кодексу 1500 рублей по статье 12.16, часть 2. То есть водителям лучше придерживаться дорожных знаков, которые даже установлены временно. Впрочем, пока больше тех, кто не жалеет ни денег в кармане, ни свой транспорт, пробираясь через снежные горы. Просьба к жителям всех микрорайонов реагировать на объявления, потому что, в принципе, это все делается для нас, для того, чтобы нам было удобно передвигаться и пешеходам, и с колясками, и с санками. Если у вас техника поставлена на длительное хранение, вы не будете эксплуатировать ее зимой, то просьба убрать ее куда-то в такие места, которые не будут мешать постоянно. Анна Долгушина, Феликс Россихин, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».